Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос, почему цены, говорят все время, высокие в Европе, но мы, Украина, не Европа, почему оговаривают цены европейские, а живем мы в Украине, но не сравнивают цены, которые люди получают, пенсионные денежки и заработную плату, не европейские, а сравнивают с украинской, это раз. Во-вторых, почему вы на вашу передачу не приглашаете людей компетентных, более грамотных, чтобы могли ответить людям, какие предпринять меры для того, чтобы снизить такие цены, уменьшить тарифы. Почему? Вы слушали только что наш эфир, у нас была гостья, которая подала в суд заявление и будет рассматривать это дело. Подает в суд, это, ну, знаете, это как бы отговорка, вот то, что люди предпринимают, а конкретно люди ничего не могут предпринять, и поэтому на вашем бы месте приглашать специалистов конкретное предложение, что надо сделать для того, чтобы уменьшить тарифы. То есть вот в суд это не конкретное действие, да, вы считаете? Ну, понимаете... Юрист говорит, что это единственный способ борьбы на сегодня. Конечно, конечно, это как бы отговорка своего рода, что, конечно, люди что-то предлагают, что-то вроде бы как бы работают, занимаются этим, а конкретно ничего, цены все растут и растут на коммунальные услуги. А конкретно никто не предлагает, что надо сделать, какие предпринять меры для того, чтобы снизить цены на коммунальные услуги. Ну, возможно, я не знаю, что можно предложить, человек хочет отменить тарифы и жалуется на это в суд. Вот. Вот что конкретнее? Сколько у нас богатых людей и бизнесменов? Может быть, они какой-то бы процент оплачивали в казну для того, чтобы пенсионеры и все люди среднего заработка могли оплачивать не, допустим, не 90, как говорят, процентов поднимется коммунальные услуги, а хотя бы на 45, на 35 процентов. Почему не выделяется та же дотация? Вот эти субсидии, это же полнейший обман людей. Я поняла вас. Вот эти вот деньги вложить в казну для того, чтобы снизить цены на потребление на коммунальные услуги. Спасибо большое за звонок. Никто пока из богатых людей не предлагал помощи. Субсидии есть, существуют. Все подробности будут чуть позже. В одном из следующих выпусков новостей мы пригласим специалиста по вопросу субсидий. И вы сможете также задать ему вопросы. Но пока вся эта схема субсидиями, она работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...